Привет, и Атрибор! На днях я посмотрел первый ролик для себя с канала FLV, где он рассказывал нам про 100 фактов о Купленове, и я тогда сказал, если вам зайдет реакция на этот контент, посмотрим что-нибудь еще. И она вам настолько зашла, что за первые сутки, даже меньше, чем за сутки, ролик собрал уже почти 21 тысячу просмотров. Это неплохо, если честно, поэтому, как и обещал, сегодня мы с вами посмотрим 100 фактов о Кинг Дем. И знаете, на че я надеюсь? На то, что нам покажет его лицо, потому что я хрен знает, как он выглядит, потому что я видел только его глаза в этой маске, и все. А интересненько все-таки посмотреть на человека, вот, ну и узнать несколько других интересных фактов, надеюсь, интересных. Вот, ну и давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Это видео помог создать сам Кинг Дем. О, все, надеюсь, туда будет. Я обратился к нему за помощью, чтобы он накидал несколько фактов про себя, и он не отказал мне. Пошел к... Спасибо тебе, Кинг, за помощь. И я очень это ценю. Если что, ссылка на все соцсети Кинга в описании. Создателя канала Кинг Дем зовут Давид. Родился Давид в маленькой деревне в Грузии, 18 декабря 1999 года. А, молодой. Кинг создал первый канал еще в 2013 году. Звучит у него типа фа... Типа эти... Вот его название. Э, как... 18 декабря 1999 года. Кинг создал первый канал еще в 2013 году. Блин, давно на самом деле 10 лет прошло. Давид Мелконян. Окей, 14 тысяч. Название. Первое видео на данный момент набрало 9,5 тысяч просмотров и 830 лайков. Вот отрывок из него. Ну, такой типичный детский контент. За свою... Ну, прикольный на самом деле. Типа, стоп-мошен, все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-всюберскую карьеру у Кинга было 2 бана на ютубе. Первый раз ютуб забанил канал из... А, кстати, я вот недавно бана даже сам за... За пиратство. Второй раз из... За пиратство? Каким образом можно запираться, забанить... Внимательности самого Кинга. Под этим видео, ссылка на него будет в описании. Это как он запутал. Кинг описал ситуацию бана. Короче говоря, его заскамили злоумышленники. А, и я, по-моему, смотрел этот видос. Или нет, не помню. Но, короче, я знаю про это ситуацию. На данный момент у Давида два канала на ютубе. Суммарное количество подписчиков на них составляет 3 миллиона 630 тысяч. Да, господи, это же одни и те же люди почти. Просмотров на каналов более 678 миллионов. Неплохо, на самом деле. У меня почти в 10 раз меньше. У меня 84 миллиона. Самый популярный ролик на основном канале набрал 14,5 миллионов просмотров и 350 тысяч лайков. Самый популярный ролик на втором канале набрал 8,5 миллионов просмотров и 204 тысячи лайков. Уже 206. На заблокированном канале Кинга насчитывалось более 1 миллиона и 600 тысяч подписчиков. Подожди, в смысле на заблокированном? Так это же тот самый канал, который сейчас первый, разве нет? По-моему. Или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, по-моему, у него и канал-то разблокировали, разве нет? В январе Давид скачал ОБС по не той ссылке и у него украли доступ ко второму каналу. Кинг скрывает свое лицо. Информацию... Что-то, блин, туда-сюда прыгает по факту. ...что о своей личной жизни тоже. Маску... А, значит, все-таки нам не покажут его лицо, а это жалко. ...надел по приколу после того, как посмотрел фильм «В» значит «Вендетта». А надел маску из пилы. Правда, в магазине не было маски Гая Фокса, поэтому пришлось купить маску пилой. Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха. Все-таки был у него ролик на сколько-то. Реальный шорт Кинга набрал 19 миллионов просмотров и 1 миллион лайков. В профиле обеих каналов написано, что сейчас он живет в США. Правда, у меня написано, что я живу в Лехтон... Ну вот же вы не имеете, да? Крестение, ну да ладно. 21 ролик из 60 на основном канале посвящены GTA. С 2017 по 2019 года Кинг работал по своей специальности, а именно зубным техникам. Кстати, что... Неплохая, кстати, это... Чтобы стать зубным техником, нужно давать экзамены по русскому, химии и биологии. В этом году я тоже сдавал экзамены, но я к ним не готовился. Реклама хорошая. Поэтому сдал так себе. Но если бы... Через нее сдал ягопроверку. Копники, которые запомните, создаватели платно все лет. Сентябрь 10 вы готовите к... Видео про пират... Вместе сот. Он прям любит, я смотрю, уже на Артегу, да? Везде ее вставляет. У Давида практически не покупали рекламу на Кингдем из-за того, что он снимал видео про пиратский контент. Самым популярным видео... Серьезно? Роликом на удаленном канале был топ про музыку, который... Блин, какого фига? Что за удаленный канал? По-моему, вот канал, который мы заблокировали, его уже, по-моему, восстановили, разве нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Это что? Это он так быстро набрал на новом канале Кингема. Не Кингджер, Кингем. 2 миллиона подписчиков? Что-то я, блин, забыл. Он набрал 43 миллиона просмотров. Кинг начал снимать из-за друга, который сказал, что он не сможет набрать и 100 подписчиков. Дарит придумал название своего канала на Ютубе, взяв свой ник из игры Call of Duty 4 Modern Warfare. У него был ник Кинг, и он добавил к нему первые буквы своего имени и фамилии. Самая первая... Вот почему, что значит DM, окей, а Джер... Первого видео Кинга на канале было топ-5 игр про шутеры, но его удален... Игр про шутеры? Может, просто шутеры? ...и за жалоб. Как говорит Кинг, видео было настолько плохим, что собрало всего 5 лайков. Из которых первый лайк это сам Кинг, второй от его мамы и остальные три от его друзей. Ты же за уме, так же было. Правда, оно собрало еще и 600 дизлайков. Давид окончил 9... Я чувствую, что там такого плохого было, что 600 дизлайков он собрал. Видео я сделал из тупой рекламы мобильной игры настоящую игру. Кинг создал игру под названием Last Guy. Это его самая первая игра, и она сразу стала топ-1 в СНГ и шестой во всем мире в приложении Google Play. Серьезно? Хера себе. Я смотрел ролик про эту игру, но чтобы она стала топ-1? Охренеть. Вот эта аудитория, конечно, у Кинга бьет. Надо тоже, наверное, сказать поиграть. Давид ходил на грузинские народные танцы. У Кинга есть английский канал, о котором никто не знает. Кинг никогда не играл в доту. Кингу не нравились обычные и скучные топы про игры, поэтому он решил интерпретировать их по-своему. И добавил видео про топы, шутки и монтаж. Так шутки и монтаж это наоборот. Давид начал заниматься каналом KingDM в апреле 2016 года. Но выстрелил он только в ноябре, сняв 3 видео. Когда у Кинга было 4000 подписчиков, у него сломался компьютер. Спустя 2 месяца Кинг купил себе хороший компьютер. Но до момента покупки ПК он вообще не заходил на свой канал. После покупки... Как так? А через телефон? К компьютера Кинг зашел на свой канал и увидел, что у него не 4000 подписчиков, а 39000. Неплохо, на самом деле. Вот прикиньте, да, такое это, как его... Подароч тебе... Подароч тебе... Подарочек тебе... Тебе! Вот! Не заходишь долго, так потом зашел такой... О, ни хрена себе! А у меня это не получится, потому что я каждые 5 минут смотрю, сколько у меня подписчиков на канале. И все видео набрали более 1 миллиона просмотров. Спустя 3 месяца на канале Кинга уже было 100 тысяч подписчиков. А через год уже было более 1 миллиона. У Давида дис... Блин, видео, а ты тоже так хочу. Дислексия или дислексия. Дислексия. Он часто допускает ошибки в тексте. Из-за этого во многих его видео слова написаны с ошибками. Также... А, вот почему. Просто мне некоторые... Меня иногда люди в комментариях кидают. Типа кидают. Смотрите, кто ошибка? Ну, блять, ошибка, ошибка. У Давида СДВГ. Он не может долго концентрировать внимание на чем-то одном. Ой, мне что-то кажется, у большинства людей такое сейчас. У меня вот, например, то же самое. Даже можно заметить, типа, ролик я смотрю и забываю через 5 минут, что был в самом начале. Типа, блять, что за херня? Это, кстати, одна из причин, почему его видео такие динамичные. Кинг любит снимать контент про игры, но играть в них он не очень любит. Первой игрой в жизни Кинг достала GTA San Andreas. Эту игру ему купила мама, думая, что это игра про машинки. В детстве... Ну, там про машинки, да, в том числе. Кинг смотрел Купленова, Скулл 13, Филси Фрэнк и Пьюдипай. Также Кинг смотрел мое видео про iShowSpeed. На всех видеоканала... А может быть мы посмотрим видео про iShowSpeed, напишите в комментариях. ...канала KingDM в сумме набралось более 14 миллионов лайков. Подожди, а где ты его смотрел? Это что, он какие-то реакции, что ли, записывает? Мое видео про iShowSpeed. На всех видеоканала KingDM в сумме набралось более 14 миллионов лайков. И более 680 тысяч комментариев. В среднем под одним видео Кинга собирается 11351 коммент. Больше всего комментариев набралось под видео, какие игры популярны в разных странах. У Кинга... А я не помню, я смотрел его или нет, напишите в комментариях. Нет телеграм-канала, можете подписаться на мой, там есть... А вы можете подписаться на мой, ссылочка тоже в описании. ...видео Мистер Биста, которого нет на ютубе. Зато у Кинга есть группа ВК с более чем 280 тысячами подписчиков. Блин, группа ВК у меня тоже есть, обязательно на нее тоже подписывайтесь, там выходит иногда эксклюзивный контент, и все стримы там сохранены. Созданная группа была 17 декабря 2018 года. В ней вы можете купить себе мерч. Это интро Кинга, который он в последний раз использовал больше года назад. Кстати, да, я что-то ее давно... Это интро я нашел на одном из забаненных видосов Кинга. Это еще одно интро. В этом видео у Кинга допущена ошибка в названии. Популярнемо... У меня таких ошибок, блин, дохера. У Кинга есть тикток, на котором более 240 тысяч подписчиков. Самый популярный тикток Кинга набрал 3 миллиона просмотров и 189 тысяч лайков. Раньше Кинг снимал мини-скетчи для начала своих видеороликов. А сейчас больше не снимаешь, что ли? Привет, сучки! Кинг, че-то нахз, зачем ты так вырядился? Я больше не Кинг. А отныне называйте меня... Торрентовый сутенер. Очень странное название. Торрентовый сутенер, блядь. Ой, жесть. Между Адидас и Найк Кинг выберет Найк. В одном из забаненных видео Кинг упал в створняка и получил легкое сотрясение мозга. Серьезно? У Кинга есть молодец. Вот за такое сотрясение мозга буду жить? Жират и старший. Кинг снимал Майнкрафт в реальной жизни. Черт, что за... Где я? Черт, что за музыка? О, черт, крип! А еще... Ха-ха-ха, бля, как это странно! Снимал коллапс Лысым из Бразерс. Алло? Лысы из Бразерс? Можешь по-братике сказать, что я прав? Кинг Диэм? You're right. Изи! Изи! Не понял, а это как? Это что ли? Дикпик? Ой, а-ха-ха-ха! Дикпик, когда... Д-дип... Дипп? Диппфейс? Ой, ди... Дуппу... АХАВ tres короче вы поняли ну типа это найёбка или он реально или это или что напишите в комментариях мне хочется узнать и с Майклом из GTA V но это наверно просто этой есть какой то сайт насколько я знаю где можно покупать такие вот обращения он заменится Я думаю, что это было сделано. Я думаю, что он не знает, как это было сделано. Но мы узнаем, когда вы посмотрите на YouTube. Так что, я хочу сказать, удачи на сегодняшний день. Удачи! Сука-бляд! Если... Сука-бляд! Хорошо. Алло, экзибит? А, я че звонил-то? А, да! Дай мне, по-братски, разрешение, чтобы от меня наконец-то отстали! Ну, короче, да, это с того сайта самого. По-моему, он сейчас не работает. Не важно! Кинг в то время следовал трендам. Всем здарова, бро! С вами Кинг Дэйм, и сегодня мы будем делать оружие КСГО с шоколада! Let's do this, motherfucker! В одном из забаненных видео Кинг говорил, что его рост составляет 197 сантиметров. Ну, это выглядит так. Он еще и повар. В детстве Давид уронил на свое лицо планшет, и у него откололась половина переднего зуба. Охренеть! Если стример на Твиче посмотрит забаненные ролики Кинга, то отлетит бан примерно за секунд пять. Эй, йоу! Серьезно? Доброе утро, нигер! У Кинга была... А, черепашка. И попугайчик. И кружка с аватаркой и названием своего ютуб-канала. А, такую кружку мы по-моему видели? И вот такая красивая толстовка. Кинг ни разу не зарабатывал деньги честным путем в GTA San Andreas. Кинг может пить чай через маску. Видео под названием «Как выглядеть за цензуренные игры в разных странах» получило желтый значок монетизации из-за кроссовка. Что? Да кроссовок тут причем вообще не понял. Это реально такая причина где-то была? Можно, пожалуйста, пруфы? Потому что я что-то не представляю. Как может из-за кроссовка желтой монетизации? Разных знаменитостей. Это шапа... Чего? ...пометизации из-за кроссовка. У Давида есть номера разных знаменитостей. Это шапа канала KingDM. По данным Social Blade среднемесячный доход Кинга составляет более пяти тысяч долларов. А ежегодно Кинг получает более шестидесяти тысяч долларов. Два года назад реклама у Кинга стоила четыре тысячи четыреста долларов. По аналитике от Social Blade King наберет 10 миллионов подписчиков через три года и восемь месяцев. И сомневаюсь в этом, честно, если честно. А одного миллиарда просмотров он достигнет через год и десять месяцев. Самое большое количество человек подписалось на Кинга в период с 24 по 31 января 2022 года. Более сорока тысяч человек. В период с 6 по 13 февраля 2023 года Кинг потерял 14,5 миллионов просмотров. Это зачем? Может быть ролики просто, которые удалились? Подпишись, если любишь Пуэрто-Рико. А если не люблю не подписываться? Что, блядь? Это... Это что это было, блядь, в конце? Ну, забавно, кстати, надо подписаться. Интересный ролик получился. Я лицо, конечно, Кинга не увидел, но я на самом деле и не думал, что он у вас здесь будет. Хотел, но был уверен практически, что не покажут. В любом случае, ролик крутой, FLV, спасибо большое за контент, спасибо Кинг Дему, за то, что он поотвечал на всякие вопросики, насколько я понимаю, да? Было интересненько посмотреть. Если тут наберется тоже много просмотриков, посмотрим обязательно какой-нибудь еще ролик с этого канала. Либо по Айшу Спиду, может быть, там по Мистеру Бисту, по-моему, да, еще видос есть. Вот какой-нибудь из этих выбирайте в комментах, пишите. Ну, а если вам понравилось, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании также. С вами как всегда был Ребен, спасибо за просмотр, пока! Продолжение следует...